Зинаиде Егоровне, жительнице дома номер 6 в поселке Заречи, 79 лет. 8 апреля она потеряла мужа, с которым прожила 33 года. Детей у них не было и после смерти любимого Зинаида Егоровна осталась совсем одна. Одна среди врагов. Еще когда муж только заболел, объявились его дальние родственники с предложениями помочь и с намеками оставить квартиру им. Приехал его брат, жена его и двоюродная страна. Я сижу здесь, кто-то пошел туда к нему, он там лежал. Он был уже никакой, но в сознании. Они, оказывается, приехали подпиши доверенность на квартиру оставить. А он уже понял, что им не надо ничего делать, потому что не помогли ничего. И он отказал им. Не сумев заполучить квартиру, родственники решают отомстить. Путем махинаций с документами они забрали себе урну с прахом умершего. Я позвонила в милицию, эту не Одинцовскую, Немчиновскую. Вот мне, значит, и присылают этого мальчика. Дмитрий Сычев. Я ему сбивчиво начинаю все рассказывать. Вошел молодой человек, вежливый, внимательный, культурный. Выслушал меня пять минут всего и все понял. Не надо больше ничего говорить. Звонит этому агенту. Он телефон как-то узнал, не то я сказала, не помню. И говорит, если урна не будет до шести часа в квартире у жены, я приеду проверю, то на вас завожу дело. В итоге Дмитрий Сычев вернул урну, а чуть позже защитил Зинаиду Егоровну еще от одних мошенников. Я опять к Диме. Дима тут же приезжает, быстро, во-первых, приезжает. Я ему так вот тоже рассказала, я подписала там квартиру чего-то, я теряю, остаюсь без квартиры. Он пошел к ним и тоже быстро все разрулил. Кроме Дмитрия Сычева, этим летом также отличились участковые Владимир Чеботарев и Александр Ковалев. Их отметил глава Одинцовского района в письменной благодарности на имя начальника Одинцовской полиции. Андрей Иванов поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за помощь Светлане Яковлевой. Благодаря высоким профессиональным качествам участковых, женщине перестали угрожать и вымогать у нее деньги. Глава выразил признательность и надежду на дальнейшую совместную работу по созданию безопасных условий жизни населения.